Привет, гипертоники! Если вы думаете, что я сейчас буду говорить с вами умными медицинскими терминами, то вы ошибаетесь. Я не врач официальной медицины, я доктор натуропатии. Это совершенно другое направление оздоровления человека. И я буду говорить с вами очень простым языком. Настолько простым, что вам даже не придётся сильно напрягать ваш мозг. Итак, гипертония. Кто виноват и что делать? Прежде чем мы перейдём с вами к разбирательству, кто виноват и что делать, я хочу привести вам пример, казалось бы, не связанный абсолютно никак с этим диагнозом. Вспомните детей, маленьких детей, которые постоянно ломают свои игрушки, ломают машинки, кукол, разбирают по запчастям. Почему они это делают? Потому что у детей очень пытливый ум. Они всё время хотят узнать, как устроена эта вещь внутри, а что там происходит, почему машинка едет, почему вращаются колёса, почему кукла хлопает глазами, почему у неё шевелятся ручки, ножки. И вот в стремлении узнать ответы на эти вопросы, почему вот так устроен этот мир, ребёнок пытается докопаться, дойти до сути. И чтобы найти, поймать эту суть, он готов залезть внутрь любого предмета, даже при этом разобрав его на запчасти. Для чего я прививаю этот пример? А вот для чего. Ко мне очень часто обращаются люди, как правило, это женщины, как правило, это возраст 50 и около того, плюс-минус. И почти у каждой, если не сказать у каждой, имеется проблема давления. Либо повышенного, либо пониженного. Но, конечно же, как правило, это повышенное давление. Это наиболее часто. Я всегда задаю вопрос таким женщинам. Скажите, а вы хоть раз пытались понять причины, а почему так случилось, что у вас повышается давление? В чём причина вашей гипертонии? Вы пытались это узнать? Вы вообще понимаете причину, почему повышается давление? Как вы думаете, что я вижу или слышу в ответ? В ответ я вижу пожимание плечами, вздымание глаз к небу. И, как правило, это молчание, и это ничего не отвечание. К сожалению, жизнь показывает, что человек взрослее уходит от того пытливого состояния ребёнка и перестаёт рыть вглубь. Ему лень. Ему лень докопаться до сути. Ему неохота понять причины. И он, взрослый человек, получив диагноз гипертония, он начинает уповать на кого-то. На кого? Как правило, это, конечно, на того, кто поставил диагноз. На своего лечащего врача. Вся ответственность за гипертонию и её последствия перекладывается на врача. Врач выпишет лекарство. Врач меня должен вылечить. Врач мне поможет. Врач мне скажет, что мне делать. И при этом человеку даже не приходит в голову, что виноват в своей гипертонии. В его гипертонии не врач. Виноват сам человек. И вместо того, чтобы разобраться в причинах, почему так случилось, человек начинает, не люблю это слово, но тупо, да, тупо выполнять предписания врача, которые на самом деле являются совершенно обоснованными. То есть врач делает то дело, которое он обязан делать. Он прописывает препараты, которые будут работать симптоматически с гипертонией и которые будут понижать давление, но не более того. Почему врач, прописывая лекарства для понижения давления, говорит пациенту, что он обязан принимать их теперь пожизненно? Почему врач говорит, что пожизненно? А потому что он понимает, что гипертония – это то, что невозможно вылечить. То есть, став гипертоником, вы одеваете на себя эту одежду, одежду гипертоника, образно выражаясь, и вы обречены носить ее всю жизнь, принимая при этом постоянно препараты для понижения давления. Но врач не поможет вам пойти вглубь, залезть внутрь себя и разобраться в причинах. Это должны сделать вы. И если вы этого не сделаете, если вы не разберетесь в причинах, то вы так и будете пожизненно принимать эти препараты, но к окончательному излечению и избавлению от гипертонии это не приведет. Все, чего вы добьетесь, вы будете успешно понижать давление каждый раз, когда оно будет повышаться, либо вы будете просто на постоянной основе принимать эти препараты, чтобы оно не повышалось, но окончательного избавления от диагноза вы никогда не получите. Вы будете жить гипертоником, вы будете гордо нести это звание, и при этом вы будете постоянно получать побочные эффекты от приема этих препаратов, понижающих давление. Какие побочные эффекты, они могут быть разными. В зависимости от того, какие еще отягощающие факторы имеются у каждого конкретного человека, к чему он склонен, какой образ жизни он ведет и так далее. Но то, что побочные эффекты будут, это 100%. И как скоро они появятся, никто не может сказать. Может через неделю, может через месяц, через год или через два года, неизвестно. Но в любом случае натуропатия и любой здравый ум понимают, что когда человек принимает долгое время извне какие-то препараты, созданные химическим способом, то это является совершенно неестественным для человеческого организма мероприятием. И это, конечно же, рано или поздно вызовет какие-то изменения в организме. И насколько эти изменения будут опасны или неприятны, этого никто не может с точностью предсказать. В любом случае, медицина всегда перестраховывается, и в аннотации к лекарству она всегда пишет перечень каких-либо побочных эффектов. Это есть абсолютно в любом, в аннотации к любому препарату. Вы не найдете никакие таблетки, никакие лекарства, в которых не было бы перечня о побочных эффектах или мерах предосторожности. Итак, диагноз поставлен. Человек перекладывает ответственность на врача, начинает выполнять распоряжение врача и живет с этим диагнозом, обозначая себя как гипертоник. При этом он не хочет вдаваться в подробности и понимать, откуда ноги растут у этой проблемы. Моя миссия – рассказать вам сегодня о настоящих причинах гипертонии и что можно делать, что можно сделать со своей жизнью, как можно ее изменить, чтобы действительно попытаться избавиться от этого диагноза, а не просто глушить симптомы, то есть симптоматически понижать давление тогда, когда оно повышается, не понимая при этом, почему это происходит. Для того, чтобы разобраться в причинах повышенного давления, нужно понять природу его происхождения. Что такое давление вообще? Я обещала говорить простым языком, и я это делаю. Ну вот возьмите вашу водопроводную систему в квартире. Вот у вас есть кран, у вас есть трубы, и по этим трубам бежит вода. Она идет под определенным напором. Что будет, если этот напор усилить до такой степени, что кран не выдержит, старый ржавый кран, вот эти ненадежные соединения, какие-нибудь ржавые трубы. Что будет, если напор дать такое, что мало не покажется? Система будет из строя. Кран сорвет, трубу прорвет, квартиру затопит водой, затопит ваши соседи. В общем, будет беда. Будет усос, будет авария. Вот что такое давление. Проведем аналогию с нашим организмом. Ваша кровеносная система – это тоже система, в которой есть товарищ, ответственный за напор. Это сердце. Именно оно создает напор тока крови. И есть трубы, есть кровеносные сосуды, по которым, собственно, и бежит кровь под определенным напором. Давайте разбираться прямо вот досконально, для чего нам нужны вообще сосуды, кровь, что они вообще делают в нашем организме. Я думаю, что вот такие примитивные детские раскопки, они нужны именно для того, чтобы докопаться до самой сути. Кровь – это наше питание. Весь организм человека очень густо снабжен кровеносной системы. И каждый сосудик, каждый капиллярчик, он играет свою определенную роль, потому что каждая клеточка, каждый орган, система человека, все они густо снабжены кровеносной системой для того, чтобы кровь питала наши ткани, наши клетки. Но это очень понятно, потому что без питания жизнь невозможна. жизнь должна подпитываться. Поэтому кровь – это наше питание. Где берет кровь питательные вещества? Она забирает их из области тонкого кишечника. Вы знаете, что тонкий кишечник очень длинный, и именно там происходит большая часть пищеварения, во время которого питательные вещества проникают сквозь стенки тонкого кишечника, и кровь забирает эти питательные вещества и разносит по всему организму. Вот так совершается питание. Кровь циркулирует по кровеносным сосудам с определенным напором, как мы теперь уже понимаем, или с определенной скоростью, то есть в определенной системе, которое в норме выражается в цифрах 120 на 70, верхнее давление, нижнее давление. И вдруг происходит что-то, какой-то сбой, происходит что-то непонятное, и вдруг давление повышается. Как мы уже сказали, ответственность за повышение давления – это наш насос, сердце. Почему вдруг сердце ни с того ни с сего начинает повышать это давление, чтобы протолкнуть как можно больше крови, и чтобы кровь как можно быстрее циркулировала по сосудам. Зачем сердце это делает? Давайте догадываться, давайте размышлять логически. Возникает ситуация, что где-то в какой-то части тела, может быть, в головном мозге, может быть, еще где-то в другой части тела, где-то произошел сбой питания. Клеткам где-то не хватает питания. А что такое ненакормленные, ненапитанные клетки? А это сос, это чрезвычайная ситуация. Мы так не договаривались, организм должен быть накормленный, клетки должны быть все накормлены. Если где-то идет дефицит, нет, не снабжается какой-то участок тела питательными веществами и кислородом, происходит аварийная ситуация, и сердце начинает усиленно посылать кровь с помощью вот этого усиленного напора, тока к тем участкам, где наблюдается дефицит. и это очень оправданно. Это очень оправданно, потому что в данном случае сердце спасает своего хозяина, спасает от какой-то критически неприятной ситуации. И теперь смотрим, что происходит дальше. Сердце заработало с большим напором, кровь давит на стенки сосудов, а сосудистая система не справляется с этой нагрузкой. Вопрос, почему? Почему она не справляется? А здесь есть несколько причин. Во-первых, это могут быть хрупкие стенки сосудов, которые перестали быть эластичными и которые не могут быть податливыми и пропустить этот ток крови, а начинают испытывать сильное напряжение, в результате чего повышаются цифры, потому что сосуды стали хрупкими и потому что возможно уже есть атеросклеротические бляшки. А почему сосуды хрупкие? А наверное потому, что у вас и будут воспалительные процессы в организме и потому, что у вас повышена токсическая нагрузка. То есть о чем это говорит? Организм зашлакован, в организме много токсинов, организм загрязнен. А почему он загрязнен? А почему у вас возможно есть пляшки в сосудах? Да потому что вы едите какую-то неправильную еду, вы едите какую-то неестественную еду. Скорее всего вопрос питания нужно очень конкретно пересматривать. Это один момент. спазмы Что еще может происходить в организме? Спазмы. Вот банальные мышечные спазмы, которые происходят по разным причинам. Стрессы, малоподвижный образ жизни, неумение приводить свои мышцы в расслабленное состояние и так далее, какие-то неудобные позы и прочее и прочее. И вот эти глубокие мышечные спазмы длиною может быть даже в целую жизнь они приводят к пережатию сосудиков. Пусть даже это мелкие капилляры, но если они пережаты, то во-первых это нарушенное питание клеток, а это одна из причин повышения давления, а во-вторых это как раз то, что мешает крови свободно двигаться по сосудам и возникает опять же напряжение давление на стенки сосуда. Нужно научиться снимать спазмы, снимать блоки, зажимы во всем своем теле, в каждой его клеточке, начиная с кончиков пальцев на ногах и заканчивая головой, потому что наше тело это единая система и невозможно улучшить состояние с давлением если заниматься скажем только головой или только воротниковой зоной, работать нужно со всем телом, потому что все мышцы соединены между собой, кровеносная система она единая и работать нужно с телом как с единым целом, а это значит долой малоподвижный образ жизни, это значит доздравствуют растяжки, доздравствует обычная самая простая базовая банальная физическая разминка гимнастика просто активная аэробная нагрузка посильная начинающаяся с минимальных для того, чтобы заработала кровеносная система лимфатическая система мышечная система в своем нормальном ритме а не в том убогом ущербном графике в который мы загоняем наше тело занимаясь малоподвижной работой сидением просиживанием долгими часами за компьютером и так далее и еще немного о спазмах самый трудный момент заключается в том что мы их не видим мы не видим эти мышечные спазмы а ведь мышечная система это очень большая и богатая система человеческого организма и порой бывает так что спазм какого-нибудь совершенно небольшого участка ну скажем там пальчика запястья где-то вот в руке какой-то участок заспазмирован вы начинаете чувствовать там какое-то не сначала небольшое а не менее как будто бы недостаточная подвижность самое ужасное то что вот этот спазм небольшого участка он постепенно может перерасти в более глубокий спазм который уже может перейти в спазм воротниковой зоны пережать вот эти крупные важные сосуды которые ведут кровь к головному мозгу а что что такое головной мозг это ваш ваш командный пункт если нарушено питание командного пункта из-за пережатия кровеносных сосудов вы тем более обречены на диагноз гипертонии потому что ваше сердце будет работать на то чтобы усиленно накачивать кровь и давать питание вашему мозгу оно же не может допустить того чтобы вы потеряли контроль над командным пунктом а для того чтобы снимать спазмы надо просто подружиться со своей мышечной системой надо давать ей достаточно разминочных упражнений достаточно растяжек причем это не какие-то специфические упражнения которые чтобы чтобы узнать которые нужно обращаться к какому-то узкому специалисту записываться в какие-то специальные там тренажерные залы чтобы делать банальные растяжки достаточно просто иметь коврик заниматься у себя дома на полу либо иметь какую-то перекладину или как у меня например просто черенок от лопаты которые я кладу на створки дверей и делаю полувисы каждый раз проходя мимо этого дверного проема на котором у меня лежит черенок лопаты я просто беру за него и примерно минуту делаю растяжку полувис потому что я много работаю за компьютером моя воротниковая зона это проблемная зона я прекрасно знаю что мне нужно растягивать эти мышцы чтобы тоже не загреметь под фанфарой и не перейти в ряды гипертоников поэтому я каждый раз проходя мимо перекладины обязательно делаю полувис и это происходит несколько раз в день думать о растяжках это тоже образ жизни это каждый раз проходя мимо дверного проема провисать в нем растягивая грудную клетку это растяжение бицепса трицепса это растяжение икроножных мышц бедер это растяжение всех мышц тела в постоянном формате утренней растяжки вечерней растяжки при возможности может быть дневные растяжки это должно стать нормой жизни не жить в стрессе не жить в блоках в зажимах в постоянных негативных эмоциях которые тоже приводят к спазмам научиться жить принимая мир таким какой он есть научиться расслабляться научиться делать какие-то практиковать какие-то медитации цигун аромапрактику кстати в эфирных маслах это тоже один из инструментов который помогает нам работать с кровотоком например возьмем такое эфирное масло как ладан одна капля ладана если капнуть ее на язык и прижать язык к небу на несколько минут помогает улучшить кровоснабжение мозга а это значит что это значит что сердце перестает усиленно накачивать кровь или например масло мятоперечное когда мы при приступе гипертонии смазываем этим маслом достаточно одну и двум капель область сердца мы тем самым успокаиваем свое сердце и говорим ему спокойно спокойно работай в спокойном режиме не надо так сильно накачивать кровь мы справимся все будет хорошо есть прекрасное эфирное масло баланс или лаванда вдыхая которое с ладошек мы тоже успокаиваемся и приводим в некий баланс свой организм как бы уговаривая свое сердце перестать работать в усиленном режиме успокоиться и дать возможность кровотоку немножко успокоить свой бешеный ход и тем самым снизить давление на стенки сосудов или например такой старинный народный способ как парить ноги в воде этим способом пользуется моя мама так как у нее она пожилой человек у нее тоже конечно же проблемы с сосудами уже к этому возрасту поэтому у нее бывают приступы повышения давления и первое что она делает она парит ноги и теперь она еще и капает ладан на язык и носит эфирное масло мяты на область сердца и пульсовые точки почему работает парение ног горячая температура когда мы опускаем наши ноги в тазик с горячей водой что при этом происходит кровеносные сосудики расширяются тем самым мы позволяем крови не давить так сильно на стеночки и проходимость сосудиков увеличивается они расширяются и кровь свободно проникает и перестает давить на стеночки давление не снижается вот есть очень много простых симптоматических методов и совершенно необязательно каждый раз бросаться за таблеткой чтобы снизить давление я ни в коем случае не отвергаю медикаментозное лечение гипертонии но даже применяя медикаментозное лечение вы должны понимать что это не не спасение что работать вам все равно нужно с самими собой со своими глубокими причинами и работать естественными методами теми которые доступны то о чем я сегодня вам рассказала таким образом когда человек обращается в натуропатию чтобы поработать со своим диагнозом и избавиться от него это не значит что дали какую-то пилюлю и вот ура свершилась гипертония исчезла сердечно-сосудистая система пришла быстренько в норму нет это работа это большая работа над собой протяженностью не один месяц а может быть даже и не один год но здесь важно понимать причины и важно знать что нет необратимых процессов пока вы живы еще очень многое можно повернуть вспять и во всяком случае продлить вашу жизнь без этого диагноза сделать вашу жизнь более качественной и научиться брать ответственность за свои диагнозы на себя невозможно в одном видео объяснить весь комплекс этих мер но если быть очень краткой это во-первых наладить питание то есть сделать питание таким чтобы оно перестало загрязнять кишечник чтобы оно было более очищающим нежели загрязняющим чтобы оно ощелачивало внутреннюю среду организма и в том числе и кровь делая ее более текучей чтобы питание в клетке поступало в достаточном объеме и при этом нужно знать как заботиться о чистоте своего кишечника это очень большой большая тема и большой объем работы кроме того нужно заняться своим физическим телом и почаще становиться пытливым ребенком чтобы смотреть вглубь себя и понимать как там все устроено и откуда причины и что с этим делать ваше спасение как это не банально но оно все-таки находится в ваших собственных руках и наверное прежде всего в ваших знаниях все-таки какая-то